Ну, мне-то зададите потом, я отвечу на эти же самые вопросы. Лично для вас, кем он является? Ну, скорее, верой Всевышнего, то, что есть кто-то, в кого надо верить. Всевышний создатель для любого таракана. Лично для вас. Да я даже не знаю, как на это ответить. На переводе на русский язык Иисус переводится с еврейского. Он спаситель, он умер за наши грехи, он мой спаситель, он кровь пролил. А люди, которые не верят, для них он никто, или создатель, или для мусульман Иса, только всего. Для нас он спаситель, и поэтому он нас осветил Духом Святым. И мы должны жить по его святым заповедям, и все делать в радости, и всегда радоваться в Боге. Вот такой ответ. И второе, как? Я только одну молитву знаю, и все. Ну да. И знаете ее безошибочно, да? Жизнь на небесе, дозвездится имя Твое, да будет воля Твоя, яка же ты на земле и на небесе. Хает нас на сущные, дай нам жить и оставь долги наши, яка же мы оставляли от должников наших. Не веди нас в воскрешение, но избег нас от луха в голову. Ну а дальше? А дальше нас не учили. А дальше? Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Это же прямо написано. Ну, то, что нас в школе учили православную. Ну вот неправильно учили. И дальше вы говорите небеси и земли. Как на небе, так и на земле, яка же на небесе. Вот тут ошибочка. Так что надо молиться и соответствовать этой молитве. Исправимся. Да, ибо Твое есть царство, сила и слава. Вот. В рулетке вторая встреча не предусмотрена. Мы могли бы быть полезны друг для друга. Вы знаете, что такое скайп? Нет, я там не сижу. Это как ватсап, только на много людей. Одновременно, может, до 70 человек занятия идут у нас. Нет, у нас также в дискорде все проводится. Школьники, пятиклассники скайп устанавливают за 5 минут. Там никакой регистрации нет. Но очень просто сделать, что-то сказал. Но он предустановлен на Windows. Вот если вы заряете два слова в скайпе, Игнатий Лапкин, это я. Вы уже можем друг с другом встречаться не один раз. А в рулетке мы теряем друг друга навсегда. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. А что такое Википедия, знаете? Да. А ну вот зарядите Википедия. Моя биография одна на весь интернет такая. Википедия. А потом и Игнатий Лапкин по-русски. Если написано там, считайте сверху прямо, вторая строчка или третья. Кто я? А, вижу. Так, ну и считайте, что написано. Так. Читок, статья. Род 10 июля 1939 года. Там по-порядку сейчас будет считать 12 специальностей. Так. Дальше считай. Так, это отец, а где? Ну там прям по-порядку идет. Там фотография есть. Похожа на меня? Да. Ну и по-порядку, то считайте. Я родился, и сразу начинается кто? Месторождение, род. Нет, нет, это вы уже далеко пошли. Прямо. Родился, и после, где родился, и сразу перечисляется кто я. Блогер. Это констовка, поэт. Впереди там еще одна строчка. Преославный священник. Нет, миссионер написано. Проповедник. А, ну тут не указано просто. Где-то указано. Указано, видимо, не так открыли, или что там все указано. Ну, возможно. Там сказано много. Какая биография, там написано писатель, поэт. Что у меня вышло, 42 книги разные. Вот. Это все, когда по скайпу зайдете, все отдаю даром. Там я отвечаю студентам, преподаваю в университетах раньше на тысячи вопросов. То есть более богатого ресурса нету. У меня три канала, но я работаю на одном. На одном канале. Где-то там уже до 30, наверное, тысяч разных роликов. Тысяч. 90 миллионов просмотров. Понятно. Это все ваше будет достояние. Когда зайдете по скайпу, и там сигнал, только дать звоночек, и все. Через три минуты я вас сделаю самым богатым в духовном плане. И вы можете приходить с друзьями, с родными, задавать любые вопросы. Политика, экономика, социология, работа, семья. Абсолютно все. Отдельная тема мусульманства, иудаизм. Хорошо, я своим друзьям расскажу про вас. Вот, поскать, да. Сейчас вопросы какие есть ко мне? Нет. Ну, с богом тогда. Как звать-то? Да, он так же. Как вас? Женя. Женя, вы переводится на русский язык высокородный. То есть, такой породистый. Или барон, или князь, ты не знаю даже как. Это в переводе на русский язык. Такая наука есть евгеника. Ну, я родился в нем, в Германии. У меня другой изначально. Вы в Германии учились? Немецкий язык знаете? Нет, я родился просто. А язык не знаете? Нет, матушка знает. А английский? Английский изучал, но я вот так вот, типа... Главный стих в Библии, третья глава, шестнадцатый стих Евангелия Атьяна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Немцы так говорят. У вас хороший немецкий. Ну, я литературный язык. Мне Господь давал у них проповеди говорить. За шесть месяцев знание языка самостоятельно. В школе языка никакого не было. Это Бог награждает, это благодать Божия. Вообще не было языка. Тройку поставили в аттестате. Учителей не было. Немецкий, спасибо вам за диалог хороший. Ну вот, заходите, не забудьте, скайп, скайп за пять минут установите. И дальше, Игнатий Лапкин, запишите себе. Для вас этот день самый счастливый будет. Вы столько сокровищ получите. Притом, любой вопрос можете, что-то вас тревожит, а что дальше будет? А чем закончится вот это, вот это? На все есть ответ в Библии. Я отвечаю по пяти параметрам. Это никто так не отвечает. Вот я стою за кафедрой в университете. И в это время, ну, к примеру сказать, какое участие приняла интеллигенция в подготовке февральской революции. Вот представь себе. Я отвечаю, вот в Библии, вот она какая. Вот она. Я говорю, 77 книг. Я на память говорю, какая книга, какая глава, какой стих. С точностью до одной буквы. Почти всегда. Потом, что говорят по этому же вопросу? Святые от света. 300 томов. Что говорит церковное право? 719 параграфов. Что говорят жития святых? 1173 биографии. И что говорят 300 поэтов мира за 200 лет? Это 20 тысяч файлов. Это больше нигде в мире этого нет. Это, моего там ничего нет. У меня нет гуманитарного, религиозного образования. Я всего достигал самостоятельно. Благодать Божией. Для чего? Это все послужило славе Божией. Людям говоришь, они приходят, потом отвечаешь на вопросы, они крещение принимают. Мы отдельно. Мы православные. Но брат у меня священник. У нас ни торговли нету, ни с тарелкой не ходят. И крещение, все бесплатно делается. Я вот создал детский лагерь. Зарегистрировал в краевом отделе юстиции. И 45 лет его директор. Тысячи детей подняли без помощи государства. Ни обслуга, никто, ни рубля не получает. Не получали. Видите как? А только Бог может сделать так. И вы будете участником всего этого. Вы видите, какие у нас юноши, девицы. Люди, когда смотрят. Неужели в 21 веке такие люди сохранились? Девушки, как открытые, все они в платках, как хиджаб. Платье до полу. У нас юноши и девицы сохраняют в физиологическую девственность до брачной ночи. Если обратились, ну, среди верующих. Вот как. Так что вы сами поймите, что такая встреча у вас не предвидится больше. Запишите Игнатий Лапкин. Тем более, википедию еще раз, по новой википедию зарядите. И увидите, там перечисляются, там я старостой, благовестник. Все есть, да, спасибо. Ну, с Богом, Евгений. Хорошего дня. Евгений, храни вас Господь. У нас даже маленькие дети. Ты не уснул, Максим? Ну-ка, посмотри, какой он. Привет, привет. Ну, вот, видишь как. У нас бороду не бреют. Это уподобление женщинам, когда бреют бороду. Это делают гомостексуалисты и подкаблучники. А у нас пустого. Это физиологический знак, что я мужчина. И она, жена, она знает, как за скалой. У нас это просто пустого, я броюсь. Ну, вот так. Ну, то есть просто-просто вам будет даваться. Я же за ответы не беру нигде, ничего. Когда зайдете, я вам скину материалы, и вы там все будете считать. Все, в ваших руках будет. Государственные фильмы у нас сняты, занявшие первое место на международном конкурсе. Ну, там другие люди были. И о моей биографии первое место в России, документальный фильм. Вы столько нового получите. Даже все заметят сразу, что у вас знания мгновенно повысились. Хорошо, до седания мгновенно повысились. Храни вас Господь. С Богом. Вас так же. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok